Друзья, в ближайшее время, судя по всему, нам предстоит очень напряженная жизнь, и, скорее всего, жизненный уровень у многих упадет, и надо будет искать дополнительные источники дохода, поэтому я решил начать небольшой новый цикл по поиску каких-то бизнес-идей, часть из которых будут очень такие безумные, можно сказать, бредовые, но из этого, глядишь, что-нибудь и выйдет, потому что я точно понимаю, что такие возможности будут появляться. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, сначала начну с общих принципов. Дело в том, что, как вы понимаете, против России вводятся совершенно безумные санкции, и очень скоро вполне можно допустить, что будут достаточно большое количество чего-то в дефиците. Ну, там запчасти какие-то, подшипники уже, понятно, да, иностранные автомобили вроде бы перестают нам поставлять и так далее, и так далее, и так далее. И основные принципы такие. Дело в том, что когда возникает какой-то дефицит, то, соответственно, получается, что это имеет другую сторону, это возможность для того, чтобы заработать. Поэтому здесь надо искать. Весь принцип бизнеса любого, он строится на следующем. Бизнес ищет, ищет какие-то перепады очень серьезные. Чем больше перепад будет найден, тем лучше. Что это за перепады? Ну, это вот как напряжение. То есть, посмотрите, значит, на одном конце, или там давление в трубе, да, на одном конце это вот какое-то вот напряжение приложено, и, значит, только замкнуть его, и потечет ток. Или, например, плотина. Например, да, есть, скажем, какое-то водохранилище, там есть плотина, там высокий уровень воды, с одной стороны, с другой стороны, более низкий. И если приоткрыть заслодочку, то вода резко очень потечет. То есть, для того, чтобы потекла вода, или, так сказать, пошел ток, нужно напряжение какое-то. Так вот, сейчас будет масса таких возможностей для напряжений. Ну, например, вот, ну, безумные идеи у меня возникают, на самом деле. Давайте я про первую идею расскажу. Смотрите, когда сказали, что основные поставщики автомобилей перестанут нам поставлять вот эти самые автомобили, и что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Ну, дилеры вздувают цен на автомобили. То есть, если мы найдем источник, где есть дешевые автомобили, будем их завозить сюда, то... причем и весь мир буквально, то мы сможем на этих автомобилях заработать элементарно, наверное. Вот, поэтому у меня мысль такая возникла, где есть, ну, как бы, против кого не вводили санкции. Да полно у нас стран, против которых не вводили санкции, которые с нами граничат. Вот это, скажем, Казахстан, ну, всякие пограничные страны. Ну, мы граничим из таких стран. Казахстан и Азербайджан сейчас можно въехать без визы. И давайте вспомним, что было вообще в предыдущие вот эти самые 8 лет, которые говорят, так сказать, что ж ты молчал, там, и так далее. Вот, что было в предыдущие 8 лет. У нас, против нас вводились какие-то санкции, значит, эмбарго продуктовый, так сказать. Мы вводили импортозамещение, и против нас не вводила санкции. Кто? Белоруссия. И мы в магазинах внезапно вдруг обнаружили, что полки магазинов наполнились белорусскими папайей, белорусскими бананами, ну, не бананами, грубо говоря, вот, белорусскими креветками из белорусских морей и так далее, и тому подобное. То есть, что делали белорусы? Они просто из Европы брали товар, который они покупали, значит, шлепали на них свою, так сказать, этикетку белорусскую, сделанную в Белоруссии, так сказать, креветки, и посылали нам в Россию, и на этом жили, то есть, так сказать, добавляли свою маржу. Белоруссия сейчас, в общем, так сказать, завязла в этих проблемах, так же, как и Россия, но на роль Белоруссии претендуют соседние страны. Посмотрите, Грузия, как бы, не очень рьяно рвется вводить санкции против России. Почему? Говорят, а, возможно, они хотят занять вот эту нишу, которую занимала Белоруссия в свое время. Есть еще Азербайджан, и есть еще Казахстан, которые тоже не вводят против России никаких санкций, и там все разрешено. То есть, они хотят занять эту нишу. И есть Китай, который вроде бы как, ну, официально, может быть, в больших объемах не будет торговать, но вполне себе на частном уровне, конечно же, он это будет делать. То есть, первая идея, которая у меня возникла, я лежал такой, ну вот, блин, бред, конечно. Вот, совершенно безумная идея. Я думаю, так, значит, мы будем ехать, будем ездить в Казахстан, значит, туда поближе к Китаю, покупать китайские автомобили какие-то, и гнать их сюда. В китайский автомобиль, который мы купим, значит, мы в багажник набиваем что? Значит, у нас будут лекарства в дефиците, значит, покупаем индийские лекарства, и запихиваем в багажник целый этими индийскими лекарствами. Можно также покупать запчасти для автомобилей, которые у нас в дефиците, тоже туда же, но надо смотреть уже, потому что объем багажника не безграничен, здесь надо уже смотреть на единицу объема прибыль максимальная, чтобы была. Вот такая безумная идея, я уже, так сказать, думаю, так, блин, я уже там прикинул, там, до Алматы, я посмотрел от нас, 4 с лишним тысячи километров, вот, ну, в принципе, там за 3 дня можно проехать, и если на машине, там, сказать, заработать, там, 30% на одном автомобиле, то и плюс еще, так сказать, лекарства куда-то там поставить, то, в принципе, такая поездка окупается, и если, так сказать, это организовать на потоке, то, там, 4 поездки в месяц, в принципе, вполне себе обеспечат нормальное существование. И, может быть, это, конечно, смешно выглядит и так далее, но вполне может быть, что это прокатит, такая штука. Ну, напишите, пожалуйста, как вам такая безумная и бредовая идея, вот, а я еще буду, то есть, нравится вообще вам эта рубрика или нет, я постараюсь еще давать вам такие идеи, потому что у меня уже в запасе есть еще одна такая же безумная идея, не менее безумная, вот, ну, а в этом в следующий раз, если вы захотите. А на сегодня все, лайк, подписка, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, до встречи.